Надеюсь, ты поведешь в хорошие руки. Прощай, родная. Ой, кто там плачет? Это что, ребёнок? Виктор, идём сюда. Эрина, чё уже стало? Это что, ребёнок? Да. Так, подержи-ка, там какая-то записка. Здравствуйте, я Елена. Это моя доченька Луна, ей одна неделя. И у вас ещё есть мой сын, его я тоже вам подкинула. Надеюсь, они в хороших руках. Пожалуйста, заботитесь о них только как сможете. Бедная моя, её бросила мама. И Эдгара, походу, тоже бросила мама. Они, получается, брать с сестрой. Да, так получается. Мам, папа, вы чего не спите? И кто это? Это Луна, твоя сестра. Мы её нашли около нашей двери. Понятно. Ладно, пойдёмте спать. А как её зовут? Луна. Луна? Луна. Ладно, ложитесь обратно все спать. И Луну надо уложить. Эдгар, сегодня папа поспит на твоём месте. Но почему? Потому что твой папа храпит. И он разбудит Луну. Ладно. Я спать. Я открою дебан. И мы будем ложиться спать. Сладких снов, Эдгар. Эдгар? Мам звала? Эдгар, мы скорее всего переедем. В смысле? Не волнуйся, вся мебель останется на своём месте. И даже окна будут такими же. Хорошо. Прям всё будет в точь-точь, как и здесь. Хорошо, мам. Вау, всё так, как я и хотела. В точь-точь, прям не разлететь. Мам, а покажи мою комнату. Пойдём, покажу. Не понял, мам. Ты сказал, всё точь-точь будет. Какая разница, какая мебель? Главное, всё как было раньше. Ну и хочу, чтобы моя мебель осталась. Да ничего страшного, Эдгар. И здесь как-то пусто. Да потому украсишь, добавишь свои вещи. И всё будет нормально, не парься. Мам, а можешь показать комнату Луны? Идём, Эдгар, покажу. Вот, Эдгар, комната Луны. А почему у неё настолько огромная комната, мам? У нас даже гостиница меньше. Обычно у неё комната. Комната обычной девочки. Мам, ну это не честно. Всё честно. Так, а в этой коробке что? А почему у неё так много игрушек? Мам, ну это же не честно. Ещё раз скажешь слово не честно, накажу. Давай, иди в свою комнату. Луночка моя, смотри, какая красивая кроватка, ложись. Эх, что не поделаешься ради детей. С детям мы будем спать. Ну хотя бы что-то. Да, и то правильно. Сладких снов. И тебе. Приветик, Эдгар. Чего тебе, Мёгая? Поиграй со мной игрушки, пожалуйста. Пожалуйста. Мёгая, отвали от меня. Пожалуйста, чуть-чуть, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.... ОТВЕНЬ... Ну пожалуйста... Пожалуйста, пожалуйста, Эдгар! ОТВЕНЬ! Что произошло?! Что это развело окно? Ммм, Этто Луна! Луна? Но это не я, мам! Эдгар, зачем ты наговариваешься на свою сестру? Ты наказан за ложь и разбитое окно. Ладно, напроваливайте с моей комнаты. Луна, ну а мы с тобой поиграем. Луна, не обращай внимания на Эдгара и не обижайся на него, хорошо, Луночка? Так, во что ты хочешь играть? Я хочу играть в эти игрушки. Ну давай поиграем. Ой, Луночка, я совсем забыла, у меня на плите там стоит каша. Давай я сейчас пойду проконтролирую, а потом придем и мы с тобой поиграем, хорошо? Хорошо, мам. Ну а я пойду подразниваю Эдгара. Че ты пришла? Вали вообще с моей комнаты. Ну ты и вот, ну ты и вот, тебя наказали, бе-бе-бе. Сама ты, Батиха, и вообще, выйди из своей комнаты. Я сейчас тебе опять приду. Баб, а почему вы не забрали ноутбук у Эдгара? Он же наказан. Луна, ты права. Пойдем прямо сейчас заберем у него ноутбук. Да что вы все сюда заходите? Эдгар, дай ноутбук. В смысле? Ты же наказан, потому что из-за тебя надо делать ремонт капитальный. И, кстати, ты дашь деньги за ремонт окна. Ладно. И телефон чуть не забыл. И наушники тоже. Ладно. Пф, надоели вы уже. На, держи. Угу. Все, пока. Довольна теперь? Да, очень. Козявка с фиолетовыми волосами, блин. Луночка, ты встала? Луна, вставай, сегодня 1 сентября. Сегодня 1 сентября, что ли? Да. Эдгар, ты встал? Нет, мам. Ой, я-я-я. Дома. Какой дома? Сегодня 1 сентября. Вставай, давай. Да что? Вставай, вставай. Так, ты оденешь... Нет, точнее, вот это, вот это ты оденешь. Мам, я одену вот это. Видишь, там даже и галстук есть. Прям школьный. Скажи, мам. Ладно, а где твой портфель? Мой портфель там, в гостинице. Ладно, пойдем туда, Эдгар. Телефон забыл. Вот он. Все, идемте. Да, пойдемте. Сегодня я с вами иду. Эм, зачем? Просто Луна идет в новый класс. Эм, понятно. Пойдемте. О, привет, мам. Привет, мам. Привет, Эдгар и Луна. Смотрите, что я вам купила. Что? Чепсы? Да, выбирайте, кому какой вкус. Мне, мне сырный. Эм, ну я тоже их хочу. Эдгар, ну младшим надо уступать. Эм, мам, ну я тоже хочу сырные. Мам, я тоже хочу сырные. Отдай мне сырные. Нет, отдай мне. Так, все. Сырные я отдам Луне. А тебе держи вот эти. Ах так, я расскажу всю правду Луне. Только попробуй, Эдгар. На самом деле мы тебя нашли под дверью. Как это обидно не звучало, но это правда. Да, Луна, это правда. Но это половина правды. Ого, даже я об этом не знал. Офигеть. На самом деле вы родные братестру. Одна и та же девушка вас откинула нам под дверь, а мы вас приютили. Фак? Факи. Офигеть. Спустя несколько лет. Луна, найди меня. Я хочу искупить свою вину, которую совершила несколько лет назад. Ого, такие странные сны. Мне никогда не снились. Эта девушка была похожа на меня. Может, это моя родственница? Или моя мама? О, доброе утро, Эдгар. Спокойной ночи. Эм, понятно. Пока. Мам, привет. Привет, милая. Не могла бы ты мне сказать, как зовут мою настоящую маму? Да, ее зовут Алекса. А сколько ей лет? Если не ошибаюсь, ей 33. Или больше. Окей, мам. А какая у нее фамилия? Нормагомедова. Спасибо вам. Пока. Чего вы все в мою комнату заходите? Эм, ты ненормальный. Что, пройти в мою комнату? Мне надо зайти в твою комнату. Понимаешь? Нет, ничего не понимаю. Все, давай, иди отсюда, у мелкая. Так, Алиса Нормагомедова. Надо загуглить и найти ее вживую. Надеюсь, у меня это получится. О, вот она. Наступила ночь. Уже так поздно, надо уже заспать. Завтра найду Алекса Нормагомедову. Наступил тот день, когда Лона пойдет искать свою настоящую маму. Ой, будильник. Сколько вообще время? О, я собиралась идти в 9, но уже день 42. Ладно, ничего страшного. Так, надо быстренько одеться и идти. Привет, Эдгар. Да, я скинка, что ты сюда заходишь вообще, милкая? Доброе утро, мама, я пошла. Милая, ты куда? Я искать свою настоящую маму. Милая, зачем тебе это? Пока, мам. Неугомонная девчонка. Так, она говорила, что это где-то здесь. Так, может здесь? О, я здесь не думаю. Дальше. О, здрасте. Привет. Это вы моя мама? Да. Ну и зачем ты меня искала? Луна, прости, прошу тебя. Я не хотела тебя бросать. Эдгара, я тоже не хотела бросать. Просто мне не хватало на всякие нужды. Пойми меня. Но сейчас я смогу вас обеспечить. Пожалуйста, вернитесь ко мне. Родной матери своей. Теперь запомни, я тебя никогда не прощу. Да еще у меня есть родители, которые любят меня, в отличие от некоторых. И они меня никогда не бросят. Ты знаешь, я тебя никогда не любила и не буду любить. Не то, что я не буду любить, я тебя ненавижу. Но зачем ты так? Ты меня бросила. И не только меня, да и Эдгара. Даша, если ты меня ненавидишь, то знай, я тебя всегда люблю. И буду любить, как я Эдгара. И еще знаю, если какая-то беда произойдет, я всегда тебе помогу. Мне не нужна твоя помощь. Деньгами тоже помогу. Деньги твои тоже не нужны. Прощай. Ой, не надо уйти с дороги. Нет! О боже мой. Мам, пап, я дома. Чего вы как девочки рядаете? Скажите, что стало? Роднухи моя. Во-первых, я не люблю его в эти ненависти. А во-вторых, быстро давай скажи, что стало. Твой брат избил машину. Что ты сказала? Не обманывай меня. Такой не могу произойти. Родная моя. Это правда. Мама, ты сейчас шутишь? Милая моя. Нет, я не шучу. Это я во всем виновата. Почему я не помогла им тогда? Несколько бы не было. Как я могла, так я могла, так я могла пить. Никогда не пришла теперь поступок, как-то могла, так как он. Нет. Нет, такое невозможно. Почему я такая глупая? Я могла поступить иначе. Это единственное, то, что он занял. Ладно, Луна, ты сильная девчонка. Придется попросить у мамы помощи. Ну ладно, надо пойти перед мамой извиниться. И сказать, что я такого не хотела. Пока я добиралась, уже ночь наступила. Какой запах. Кто это? Если что, я знаю каратэ. Могу дать в морду. Спокойно, мама, это я. Луна, что ты только что сказала? Мама. Мама, да? Да. Я хочу тебе сказать, прости, пожалуйста, то, что я тебе наговорила. Луна, ты меня тоже прости, что я тебя когда-то бросила. Луна, запомни. Мама не та, которая родила, а та, которая растила. Мам, давай признаемся, мы вдвоем были неправы. Как я долго от дочери хотела услышать слово «мама». Мам, не плачь, пожалуйста, а то у меня сейчас самые слезы пойдут. Мам, и еще присядь, а ты упадешь. Оу, мне уже страшно. Мам, у меня для тебя есть плохая новость. Ну и какая же. Эдгар сбила машина. Что? Сбила машина? Мам, ты сможешь нам помочь? Да, конечно, помогу всем, что смогу. Спасибо большое, мама. Мам, это вкусно пахнет. А я же говорила, что маршмеллоу, это очень вкусно. А ты говорила, нет, не вкусно. Ну да, я была немного не права. Ммм, как вкусно, мама. Все, давай уже тушить огонь и ложиться спать. Мам, но так же холодно будет. Нет, у нас холодно не будет, я сейчас принесу спальный мешок. Мама, вставай, давай, давай, вставай. Ооо, ну что ты у меня так рано будешь? Доктор, долго ли он будет в коме? Это неизвестно. Эдгар, прости меня, пожалуйста. Эдгар, прости за все, что я тебе сделала. Прости, умоляю тебя, я очень сильно тебя люблю. Эдгар, что? Луна, когда я была в коме, я все слышал. Эти слова, которые ты мне сейчас сказала, были мне очень дороги. Сестренка, я рада, что ты все усвоила. Эдгар, надеюсь, ты меня простил. Да как мне простить такую милашку? Все, слушайте все, простите меня, пожалуйста. Я это говорю искренне. Я никогда не хотела вам причалить эти боли. Я вас всегда любила и буду любить. Вы меня прощаете? Конечно, мы тебя прощаем. Ты наша маленькая девочка. Разбойница наша маленькая. А меня обнять никто не хочет? Ну а ты наш репетимый мальчик. Давай, сынок, у тебя все получится. Давай, милый, у тебя получится. Давай, Эдгар, я за тебя болею. Давай, сынок мой. Сыночек, что случилось? Я бегу. Ну а мы постоим в сторонке. Ребята, надеюсь, вам вошла эта история в пользу. Надеюсь, вы не будете совершать таких глупых ошибок, как я. Если вам понравился этот сериал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напишите комментарии, как вам этот сериал. Не забудьте подписаться. Ребятки, надеюсь, вам понравился этот сериал. Но он уже за меня все сказал. А мне лишь остается сказать всем goodbye, ребята-котята.